Всем доброго дня! С вами самостоятельщик Лёха. Неожиданно осень подкалывалась незаметно, а значит время утепляться. В свою каркасную мастерскую я буду утеплять ЭПС толщиной 50 мм, а именно пеноплекс комфорт. Конечно же я рассматривал варианты более бюджетных решений, например керамзит, опилки, остатки каменной ваты, их кстати на авито в мешках отдают прям камазами, пенопласт и даже перлит. В итоге решил остановиться на пеноплекс. Поначалу было представление вырезал пеноплекс под нужный квадратик и забил его в каркас, но все-таки лучше учесть несколько моментов. во-первых ЭППС это не пенопласт и забивается он достаточно туго, так материал прочный и не крошится и не гнется, поэтому правильнее будет вырезать изначально нужный размер. во-вторых, помимо монтажа утеплителя в каркасе его необходимо там зафиксировать, поэтому нужно было вырезать утеплитель немного меньше, чем сам каркас и оставить немножко места для расширения монтажной пены. Играет музыка. Плюсом утеплителя ЭППС осенью можно отнести практически нулевое водопоглощение материала. простыми словами он не боится воды, когда я начинал монтировать было солнце, а потом резко пошел косой дождь. Если бы это была каменная вата, она бы промокла, а пеноплексу погодные условия нипочем. И если пеноплекс даже в дождь чувствует себя комфортно, то когда дождь значительно усилился, то некомфортно стало мне и я перешел ко второй стенке, которая уже находилась под крышей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Поначалу хотел монтировать подальше от внутренней стены, так как в дальнейшем там может находиться крепеж И при сверлении, то есть при монтаже крепежа, целостность креплителя будет повреждена, ну то есть будет отверстие В итоге решил сделать сплотную, так как легче и надежнее А что касаемо крепежа, я постараюсь, ну буду стараться, крепить его по максимуму к стойкам, то есть не промахиваться Очень много комментариев было насчет мышей и крыс, да и наверняка будут даже здесь Ну у моего соседа точно такой же хостблок утеплен ЭПС Он его сделал как-то давно для своих рабочих, а точнее 12 лет назад И до сих пор его никто не съел Возможно у нас есть здесь неправильные мыши Но в деревнях все знают, если в помещениях, в постройках, пристройках, сараях у вас нету еды и пищевых отходов То грызуны туда никогда не придут, поэтому за утеплитель я свой полностью спокоен До сих пор убираю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несмотря на то, что стойки будут являться мостиками холода, ну, так как теплопроводность у них значительно выше, чем у пеноплексов, они там будут незначительны, так как соотношение общей площади всего утеплителя в мастерской к стойкам всего лишь 1,12. Но, так как я решил сэкономить, я утеплился пеноплексом 50 мм. Для того, чтобы зайти в мастерскую 2 раза в неделю и поработать там пару часов, мне вполне хватит поставить помещение обогревателя. Продолжение следует... 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 О пожаробезопасности я тоже позаботился И пеноплекс с двух сторон полностью закрыт листами шифера толщиной 10 мм А шифер как мы знаем не горючий, поэтому вся конструкция полностью безопасна К тому же вы сами постоянно пишите и критикуете, что слишком много лишних телодвижений Вот как раз в этот раз нет ничего лишнего Утеплитель плохо проводит тепло, он не тяжелый, он экологичный, он не выделяет вредные вещества И плюс в моем случае быстро и просто монтируется, все как вы любите Минусов в принципе быть не должно Я считаю, что получилось очень достойно и практично Мастерская полностью утеплена, теперь осталось все это лишь обшить шифером Ну а на сегодня все, давайте не болейте, не скучайте С вами был Леха, увидимся с вами на втором канале, пока Субтитры сделал DimaTorzok